Андрей Львович, пожалуйста, ваш первый комментарий по поводу прошедшего матча. Я думаю, что для возобновления чемпионата матч получился достаточно напряженный, обоюдоострый. Я думаю, что где-то предпочтительно в первом тайме мы выглядели, во втором тайме игра еще упростилась со стороны факела. Нужно было выдержать вот это давление, длинные передачи, борьба и не набор, а подбор. Когда нам это удавалось, в общем-то, тогда нивелировали все сложности. Как только этого не происходило, возникали разного рода шероховатости. Поэтому в целом думаю, что это закономерный итог. Ничья, поэтому хорошая игра, еще раз говорю. Для первой игры такая очень напряженная, мобильная, динамичная получилась игра. Немножко она, знаете, как не нравится, наверное, зрителям такие матчи, но, поверьте, напряжения было достаточно. Пожалуйста, вопросы. Андрей Львович, вы в течение двух сезонов играли в составе Воронежского по факела. Сегодня вы привезли сюда свою новую команду, как бы очередной ваш третий тренерский дебют. Вот чисто эмоционально сложно было в качестве тренера выходить на броху того стадиона, где вы 66 матчей провели. Ну да, два года, и, по-моему, где-то 10 с небольшим лет не было у меня. В Воронеже сейчас прогулялись, когда по Воронежу. На самом деле город изменился. Изменился, меняется, много построено красивых зданий, которых не было еще в времени. Так ходили, вспоминали, что здесь было, куда заходили. Всегда частичка души, конечно, остается. И сегодня с утра вывело ребят, потому что у нас не было предыгровой тренировки. Мы прилетели поздно. И с утра вышли на стадион, немножко так прогуляться, посмотреть качество поля, подобрать бутсы нужные. Конечно, так сердце вспомнило, что я здесь играл. Ребятам тоже рассказал о том, что здесь приходилось играть. Поэтому только хорошие такие воспоминания, теплые, остались и о городе, и о команде. Я знаю, что команда горячо любима воронежцами. И по праву носит такой Воронеж футбольный именно город. Все об этом знают, поэтому желаю успеха в дальнейшем и команде, и процветания города. Как газон сегодня был? Ну, на таком поле легче разрушать все-таки, чем созидать. Надо отдать должное. Но для этого времени года, я считаю, что очень хорошего качества. То есть постарались на славу. Я думаю, что вполне приемлем. Твердую пятерку можно поставить. Хотя сложно. Андрей, вы говорите, сегодня вы делали ставку на быстрый гол, потому что от первых нас минут, команда сделала серию с четырех вулок подряд и достаточно активно действовала против бакета. Ну, вообще первый тайм, он такой достаточно агрессивный получился с нашей стороны. Делали ставку, дело в том, что призываю ребят постоянно мешать сопернику торопить. Делали ставку на то, чтобы немножко поторопить защитников. И правильно прессинговать, то, чтобы было два варианта ведения. И, в общем-то, оба получались временами. Но тогда, когда «Факел» упрощал игру, конечно, это становилось немножко посложнее играть, потому что два габаритных, в общем-то, нападающих, которые умеют бороться, умеют вести единоборство, было в этом смысле сложно. Но хочу поблагодарить и защитников, и всю команду. В целом, я думаю, что мы справились вот с этим количеством обильных единоборств и вверху, и внизу. Поэтому это важно. Это важно выигрывать единоборство. Это важно быть не уступить в единоборствах. Поэтому сегодня матч такой вот был, что называется, знаете, как они говорят. Кто выигрывает единоборство, тот выигрывает игру. В данном случае, я думаю, что если статистику поднять, то примерно паритет будет в этом направлении. Перед матчем вы особое внимание какое-то уделяли футболистов на установке, на фланговых игроков «Факела» Тихого и «Багаева», потому что по два защитника встречали. Да, важно было подстраховать, важно было быстро перемещаться, причем не только защитникам крайним, а именно всей линии обороны. Это, я думаю, что нам в целом удалось, и, в общем-то, обращая на это внимание, что будут такие достаточно хорошие переводы у «Факела». Опять же, здесь как сыграет вся команда, то есть вся команда, если быстро перестроится, накроет, тогда и, соответственно, переводов этих будет меньше. Я думаю, что в целом мы сумели снивелировать это. Ну а когда они все-таки проходили, тогда успевали, в общем-то, в целом успевали перестраиваться. Самая большая трудность, это все-таки было исходило из центральной зоны, вот такого нападающего. Как оцените сегодняшний экзамен, а Артура Орлова все-таки достаточно вышло, усиленность будет дополнительной мотивацией? Ну, конечно, когда игрок, очень часто бывает, что когда игрок играет в команде, в общем-то, встречается против своей бывшей команды, у него дополнительные такие эмоции, дополнительные стимулы проявить себя. Поэтому, в общем-то, все равно, я думаю, что Артура сам понимает, что нужно еще прибавлять, да, что нужно как бы еще сильней, и состояние боевой, я думаю, сейчас оно не самое лучшее, а он еще может сильней играть. То, что это качественный игрок, мы знаем, но надо еще найти как бы и состояние свое физическое, и себя еще в новой команде надо обрести, найти. Я думаю, что все у него получится, а вышел нормально, да, в общем-то, я думаю, что так, действительно, то, что вот требовалось от него, я думаю, что он исполнился. Спасибо большое. Андрей Волович, во втором дальмем, во второй половине видно было, что команда села, это за счет того, что они по той физике начали себе уже... Нет, я думаю, что это больше, знаете, как мышцы немножко очень сложно, просто, когда ты не тренируешься, надо готовиться на натуральном поле. У нас же получилось, что мы приехали в Хабаровск и неделю тренировались на искусственном газоне. Поэтому все-таки ребятам было очень сложно перестроиться, и вот эта смена покрытия, она в какой-то степени тоже немножко сказалась. Нужно было сразу с листа выходить играть, но это лучше, чем когда ты приезжаешь и начинаешь тренироваться, а внутри тренировок проводишь. Поэтому в какой-то степени, я думаю, что здесь тоже немножко другие мышечные волосы начинают работать. Поэтому здесь от этого, мне кажется, большая сложность, вот именно смена покрытия происходит. Ну а в целом, еще раз говорю, то так как немного упростил игру факел во втором тайме и достаточно так мобильно начал действовать, конечно, нам было непросто временами, но ребята справились, и две такие хорошие контратаки мы имели. Так часто бывает, знаете, как атакуешь, потом немножко отходишь, и получается пространство свободное, получается, есть возможность для проведения контратаки неплохой. Я думаю, сегодня получилось, имели, в принципе, пару моментов, и минус контратак забить. У Кориана была возможность такая, но Вратарь хорошо сыграл. Вот такой игре ничья все-таки плюс может занести, или наоборот негативный момент? Нет, я думаю, что все равно надо отдать должное ребятам, они все-таки все сделали для результата, хотели выиграть до последней минуты, даже вот скамейка поддерживал и так гнала вперед футболистов. И, в общем-то, мы тоже как-то так пытались взаменами немножко освежить что-то, обострить игру, поэтому не получилось, я думаю, что вполне закономерно, результат закономерен, и пожелаю, в общем-то, и Факелу, и нам участвовать дальше в этой гонке, потому что она очень интересная. В меж сезоне у вас в команде произошла тренер-серватеровка. Как команда вообще отреагировала на это, и настроилась ли на нового тренера в качестве вас? В команде очень хорошие взаимоотношения, в общем-то, я думаю, что ребята приняли, поняли, и пытаются выполнять наши требования, это очень важно. И, так, с нашей стороны тоже есть понимание, как бы, куда двигаться, и что нужно было поменять, какие вещи, над какими вещами поработать, поэтому, я думаю, что в целом нормальный микроклимат такой. Знаете, как хороший коллектив, я всегда говорю, нужно беречь. Поэтому от этого и отталкивается. Андрей Глойчук, возвращаясь к вашим словам, сейчас надо заниматься к энергии, реальный кандидат на свободные игры с командой премьер-лиги. Нами уже примеривались, сравнивали силы аутсайдеров премьер-лиги и вашей команды. Насколько сейчас упредо способна ваша команда? Вы знаете, не хочется бежать здесь, вот, впереди паровоза. Настраиваемся на каждую следующую игру и примеривать силы. Ну, как, в межсезонье играли с хорошими командами, пытались, в общем-то, в такой уровень поддерживать. Качество встреч мне очень понравилось. Не всегда добивались положительного результата, так как ребята, в общем-то, привыкали к требованиям, и так сразу нужно было воплощать все это с таким наибольшим сопротивлением. Поэтому посмотрим сезон. Знаете, как тренеры часто говорят, как готова команда. Ну, вот, сезон и игры, они всегда показывают, насколько готовы, насколько достойны. Я считаю, что то, как ребята работают и на тренировках, и, в общем-то, то, как пытаются выполнять то, о чем мы говорим, меня это такой на оптимистический лад настраивает. Но здесь важно тоже, чтобы мы понимали, что, знаете, вот эмоции, есть хорошие эмоции, есть жажда такая, да, что-то добиться все вместе. Это очень здорово. У болельщиков тоже хорошие эмоции есть, чтобы продолжение было неплохое. Но здесь важно и понимать, что это футбол, да, это жизнь. Мы вышли, оказались на третьей позиции сейчас. Реально боремся за что-то большое. Но как воспринимать, да, ну, допустим, попадем мы в стыки, или нам что-то не хватит, как это воспринимать, как неудачу, как удачу. Потому что еще, вы же сами знаете, еще совсем недавно команда боролась за то, чтобы остаться в ФНЛ. Понимаете, то есть все это рост, это проблемы роста так называемого. Я думаю, что когда есть управление, когда есть хорошее взаимоотношение, когда есть постепенное движение вперед, когда есть такой рост у команды в целом, тогда это, вот это нужно оценивать. А результат, он может быть, знаете, как, всегда может быть и может не быть. В Воронеже инфраструктура существенно остаёт, на которой очень мощная команда, а вот в Хабаровске как с этим? Ну, то есть, стараются. Самое главное, что руководить, знаете, как я всегда говорю, команда должна быть неким локомотивом таким, благодаря которому решаются все и клубные проблемы тоже. Вот это вот я и желаю, на самом деле, нашим командам, потому что у нас действительно неплохие команды мы имеем. Ну, а все, что касается таких вот инфраструктур, как вы сказали, да, каких-то отдельных, хочется, чтобы вот клуб как раз и поспевал за командой в этом смысле. Если позволите, начну нетрадиционно, но хочу поздравить всех болельщиков наших с началом чемпионата, возобновления чемпионата 16-17 года и хочу поздравить наших любимых, дорогих болельщиц, родных и близких, жен, матерей с праздником. Праздник футбола состоялся, единственное, что результат, наверное, хотелось, не наверное, а нам очень хотелось победой порадовать наших поклонниц и поклонников. Но то, что имеем, то имеем. Начало, скажем так, первого, первый тайм, борьба за инициативу ушла со стороны двух команд. Двух команд плотно, мы очень играли в обороне и наша, и их команда, все, минимум созданных моментов по первому тайму. Второй тайм получше пошло у нас в плане организации игры, претензии были у меня к игрокам. В средней части поля здесь немножко. И второй тайм, скажем так, что объективно, там где-то мы и территорией владели, и скоростные атаки пошли, и моменты стали появляться. Но, к великому сожалению, не смогли реализовать. Но считаю, что, в принципе, наверное, результат матча закономерен ближе к ничейному. Были у нас во втором тайме два хороших момента, которые могли закончиться взятием ворот. Вот это Нагибин, зрячее практически он исполнял, в штамбу, когда попал. И в конце игры, в момент у Саталкина, который обязан, всего уровня мастерства, обязан было реализовывать. И в то же время, в концовке, Корян мог наказать на сдавку. Быстрые атаки все. Поэтому, считаю, что две хорошие команды, вверху турнирной таблицы, борьба за шесть очков шла, по большому счету. Дистанция в 13 туров еще все может быть. И, в принципе, счет по игре. Вы сказали, что были у вас претензии к игрокам с середины поля. Я вот немножко начну издалека. С капитанской повязкой Виктор Свежов, который сегодня лидером на поле не то что не являлся. Который там постоянно передерживал мяч в первом тайме. Это его потенциал, когда вот у нас Мурнин ушел, понятное дело, немножко другая группа в середине поля. Но, видя, в подающих надежды будет ходить лет до 50 у нас. А коль вы начали со средней линии, задали мне вопрос. У нас были проблемы именно здесь, в средней линии поля. С чем связано? Связано с тем, что у нас Дима Иванов и Трошечкин из-за перебора желтых карточек по четыре карточки в последней игре. Они просто пропускали игру, они не готовились к этой игре. И, к великому сожалению, после первой тренировки нашей по приезду с Кипра, здесь на стиму мы тренировались, и заболел, и температурил вплоть до вчерашнего дня Каюмов, который играл в составе на Кубке ФНЛ. И здесь от этих игроков, от Трошечкина, от Каюмов, в организации игры очень многое зависит. И поэтому здесь форс-мажор такой, и то, что мы наигрывали на Кипре, и здесь немножко потеряли в этом плане, именно в организации игры. Ну и второй тайм получше, что касаемо Вити Свежого, здесь нужно объективно смотреть на вещи, да, тот потенциал, который у него есть, пока он его, Витя, скажем так, не может выйти на свой уровень. С чем это связано? По объективной причине. Он шесть месяцев лечился. Шесть месяцев лечился, входит в форму, пока он тяжеловато немножко, все, но надеемся на то, что я уверен в этом, что он по ходу чемпионата будет прибавлять. Пожалуйста, еще вопрос. Бирюков пока проигрывает конкуренцию? В общем, связано с тем, что Миша, ну как, я не скажу, что у нас четыре хороших, равноценных форварда. Плюс еще Болов есть, Миша Бирюков. Принято было решение по составу, зная и понимая то, что команда СКА, мы их изучали, Кипри смотрели за ними, все внимательно. У них очень габаритные защитники, и то, что они будут садиться, играть вторым номером, уплотнив линию, среднюю линию, линию обороны, все, и много борьбы будет. И вот в плане технической оснащенности, в плане сохранения мяча, Саталкин и Касьян выглядят предпочтительнее, предпочтительнее. И поэтому отдано было предпочтение им. И расчет был на то, если бы, если бы, ну, сослагательное наклонение немножко, если бы забили, мы тогда команда Хабаровск должна была открываться. Так, да, рассчитывали на то, что потом во втором тайме, при таком варианте, когда появятся зоны, куда можно врываться, использовать скоростные качества, и Миши Бирюкова, и Болова. Вот расчет на это был. А так, я считаю, что наши два форварда сегодня, ну, в принципе, неплохо сыграли. Особенно Саша Касьян очень много мяч сохранял, очень много на нем фалили. То же самое на Никите. Все только с этим, с тактической точки зрения. А так Миша и Болов, они в порядке, все, и готовятся к следующей. А в лазарете кто вот сейчас находится, вот кроме тех, о каком мы говорили, то есть кто вот реально может в ближайших турах усилить команду? Ну, я думаю, что в ближайшем туре уже будет и трошечкин играть, и очень надеюсь, что восстановится после высокой температуры. Вот сегодня уже не было температуры Каюмова, хотя тут очень мало времени, надеюсь на это все. В заявке Курилов было сегодня, ну, готов, нет? Ну, в заявку сегодня были, в заявку были включены все, все, кто у нас на сегодняшний день мог принимать участие. Не был включен в заявку только один Мичуринков, который только возвратился после операции в Москве, возвратился. Ну, он начал тренироваться уже. Все, а Курилов начал тоже в общей группе, ну, вы знаете, ситуацию с Курилов, ну, не очень сложный перелом был. Ну, он прибавляет от дня к день, даже опережает график, даже где-то вовредное, ну, не совсем вовредное, но мне бы хотелось, допустим, поберечь его еще, а он рвется, ну, парень такой характерный и делает это честным. Ну, пока, пока, я думаю, через 2-3 тура Курилов уже подойдет к основному составу. А Кобзев Мельниченко обыгрывает в конкуренции, да, он сейчас? Ну, Кобзев, давайте так, если вы анализируете ситуацию, да, Кобзев, включая кубок, он сыграл 5 игр, 5 игр на кубке, 5 игр на ноль, и сегодня на ноль, и в эпизоде, когда с Коряном он выручил, да, на сегодняшний день он выглядит предпочтительнее, предпочтительнее. Павел Материевич, сегодня была стычка на поле, в финале Кубка Фейна был неприятный эпизод, с чем это связано, излишне национальность игроков, как вы считаете, там, с чем, может быть, в сегодняшней игре это эмоции, ну, перебхлестнули немножко, да, Саша Касьян с Ивановым, все. Желание, огромное желание победить только от этого, только от этого. А то, что касаемо финала Кубка на Кипре, стычка, там не очень красиво повел себя игрок Чертанова, ну, скажем так, не очень литературно выразился Валя с Болова, а Болова у нас человек с Кавказа, который болезненно реагирует, когда его родственников вспоминают. Если сравнить тот факел, который продолжал прошлогодний чемпионат, и вот сегодняшний факел, который после паузы пристал перед нами, то есть можно сопоставить и эти две команды, по уровню мастерства, вот они отличаются, в принципе, прошлогодний веселье и вот... Ну, видите, у нас, собственно, состав остался, да, мы просто ребят, которые кто-то не имел игровой практики, как, допустим, Горакуэ, Урлоу, да, мы их отпустили, Альшин пошел, скажем так, ну, в команду, которая без пяти минут получила приглашение, команда премьер-лиги Тосна, да, и Андрей Лугнин заявил желание, ему предложили контракт, хороший контракт в Тамбове, ушел в Тамбов, ну, к там пришел очень квалифицированный игрок Каюнов, Саша Касьян возвратился, и молодого Рустамяна мы заявили, который очень хорошо себя зарекомендовал на Кубке, даже сыграв одну игру, но выйти из-за тайны три мяча забить, это дорогого стоит для молодого мальчишки, да? Все, я считаю, что, в принципе, в принципе, мы не слабее стали, а одетов в каких-то компонентах даже, я считаю, что вопрос немножко времени, потому что там уже Каюнову нужно привыкнуть к манере игры, ну, Саша Касьян тут проблем нет, он возвратился, да, после Томска, с премьер-други команды, все, поэтому я не считаю, считаю, что на этом уровне, даже где-то мы, может, в качестве выиграем. То есть, поступательные движения есть, да? Да, да, будет, да. Как, Дмитрий Ильич, если сравнивать игру прошлого круга со 100 хабаровских, имели изменения, что принялся главный тренер у соперника, и сказалось ли это на подготовке? Прошлую игру, вы имеете в виду какую прошлую игру? У них, у них, а, в Хабаровске, ну, в Хабаровске приблизительно такого же характера игра носила, и тоже мы там в ничью сыграли, только один-один, да, один-один, ну, приблизительно в таком же ключе и там игра шла. Ну, там мы просто использовали стандарт, Дима Иванов со стандарта забил, все проигрывали один-один. И у нас неплохие были предпосылки в той игре для быстрых атак, там не реализовала игру. А так приблизительно одинаковые игры. По накалу, и по результату тоже самое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова